ольга здравствуйте здравствуйте ольга спасибо что этим ранним утром вы с нами уже доброе утро человек который поддерживает крафтовую журналистику собственным просто появлением ранним утром в эфире вы знаете ольга да начнем давайте наверное с той новости который стал причиной нашей встречи а именно то самое письмо которое вы получили от так называемого пригожина как вы вообще на него смотрите думаете ли что это настоящий пригожин вам написал или его клон вы знаете я думаю что настоящий пригожин несмотря на его провержение потому что ну стилистически ошибиться невозможно мы ведь хорошо за последние полгода изучили его прекрасный стилек и конечно конечно это он и получила не я одна это была верная рассылка я просто сразу опубликовала и вы знаете что удивительно сразу несколько очень опытных людей написали мне в личку иди с этим в полицию потому что письмо выглядит угрожающе но поскольку я думаю нужно зрителям нашим сказать что за письмо потому что на экране я показываю но я боюсь что будет мелковато не все могут прочитать письмо которое вот на официальном бланке чивака вагнер напечатано нет официальном бланке фонда поддержки деятельности чего к вагнер который называется фонд кувалда фонд поддержки кувалда вот на официальном бланке этого фонда руководителя фонда роси сидящихibi в вами написано просим вас оказать финансовую помощь для нужд бойцов ЧВК «Вагнер», которые сейчас защищают нашу Родину на фронте. Передать собранную финансовую помощь можно в центры по набору бойцов ЧВК «Вагнер», которые открыты в различных городах России. Также просим вас рассмотреть возможность перепрофилирования работы вашего фонда в центр сбора необходимой материальной помощи для ЧВК «Вагнер» с целью снабжения наших солдат всем необходимым. Уверен в вашей поддержке, заканчивает Евгений Пригожин, написав ваше из большой буквы, что меня особенно злит. Да, и подпись глава ЧВК. Интересно, что бланк фонда поддержки деятельности ЧВК «Вагнер» – «Кувалда», а подпись глава ЧВК «Вагнер», а не глава фонда Евгений Пригожин. Только это тебе интересно в этом письме, серьезно. Я, видишь, за бюрократические точности. То есть правильно ли я поняла, Ольга, что это с вашей точки зрения можно воспринять как угрозу? Вы знаете, я это как угрозу не восприняла, хотя это выглядит очень угрожающе. Ну, хотя потому, что все-таки я очень много лет занимаюсь тем, чем я занимаюсь, и угрозу я навидалась в любом случае. И я действительно частый гость Берлинской полиции, и мне это очень нравится, то, что они к этому относятся всегда серьезно. И я уже несколько человек... Последний раз я возбудила уголовное дело против парня, который с профилем Сталина написал мне, ты помнишь Политковскую, ты помнишь Немцова, с тобой будет так же, все такое. Ну, что? Естественно, я пошла в полицию. На самом деле, они страшно радуются этому всему. В смысле, чему? Потому что дела для них – это интересные. Берлинская полиция, она, в общем, с большим удовольствием этим занимается, с большой эмпатией. Они переписываются все время со мной, они находят людей, особенно когда они живут в Германии, сообщают мне их фамилию, имя, место жительства, и спрашивают, то приходит письмо официально, хочу ли я дать этому делу ход. Да, я хочу дать этому делу ход. И обычно даю. На самом деле, какая-то параллельная реальность. Я просто представляю себе сотрудников полиции в России, которым, ну, например, я бы пришла с подобным обращением ВКонтакте от какого-то профиля с профилем Сталина. И что бы они мне сказали, интересно? Они бы сказали, это не наш профиль, прости. Это смешно сейчас было. Ну, или сказали бы, ну что бы, это наш профиль, это же, если вы серьезно, чего вы хотите? Ну да, тоже вариант. Интересно, что такие письма, ведь пришли действительно веерные рассылки. И вот, например, Анна Межова, директор благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» из Оренбурга, опубликовала точно такое же письмо, в котором изменены только реквизиты, что обращение к ней на фонд «Сохраняя жизнь» помогает детям, подвергшимся сексуальному насилию, то есть несовершеннолетним, которые оказались в ситуации сексуального насилия. Анна Межова точно никак никогда не была связана с войной, с зэками, с тюрьмами и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, ей тоже прислали такое же письмо с таким же текстом и тоже предложили перепрофилировать работу благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» в центр сбора необходимой материальной помощи. Из этого я делаю вывод, что это не троллинг конкретно Ольги Романовой. Нет, нет. Я уже не понимаю, этот троллинг всех подряд или они прямо на серьезных щах действительно вот с полной верой в свою правоту все это делают. Как вы считаете? Я считаю, что, во-первых, мы с вами знаем, что у ЧВК Вагнера действительно серьезные проблемы. У них действительно большие проблемы. И у ЧВК Вагнера лично пригожено, уже совсем поссорился. Он все время последние несколько месяцев, но это жалуются, что его никто не любит и что Министерство обороны ему ничего не дает, никаких снарядов, а Министерство обороны с ним судится, по крайней мере, с декабря. И это очень серьезные процессы. Канал, который мы все знаем и уважаем ЧТД, вот он опубликовал недавно список исков, которые Министерство обороны предъявило ЧВК Вагнер только в Москве, в арбитражных судах. Это более 500 исков. И на самом деле, так я узнала с большим удивлением, что оказывается, оказывается, по меньшей мере, всю войну. В вашем эфире можно говорить слово «война» и материться? О, я воспользуюсь этим обязательно. Что всю войну, оказывается, Пригожин снабжает не только школы, детские сады питанием, но и всю российскую армию. И мы с вами понимаем, мы с вами понимаем, что Шойгу в здравометтвердой памяти, если это, конечно, цвет у него есть, оказывается, подписал контракт с Пригожинскими компаниями, с Пригожинскими структурами, и он это явно сделал не по своей воле. Ну, не по своей воле. То есть ему сказал Путин. Никто больше что-то не мог сказать. Он подписал с ним какие-то соглашения, и Пригожинские компании поставляют в армию продукты питания. Я думаю, что они не хуже, не лучше, чем другие поставщики, но пришла отмашка, что теперь можно его мочить, Пригожина. И пошло-поехало. Не такие консервы, не такая каша, все плохо. И это сказывается, безусловно, и на финансировании. То есть снаряды не дают, исками замучили. Поэтому вот эта вот верная рассылка, она выглядит ну, очень-очень-очень своевременно и по делу, да, потому что денег нет, но вы держитесь, как и было сказано, классиком. Тем не менее, тем не менее, он набирает сейчас людей. Мы видим с вами, что он дает масштабную рекламу, например, на Порнхаб, да, всех страшно повеселившую, и обещал к концу весны, к лету набрать еще 30 тысяч человек, добровольцев. А где он это сделает? А как он это сделает? Он это может сделать сейчас только на воле, потому что от заключенных его отлучили. От заключенных Пригожина облегчила ли как-то жизнь правозащитникам? Выдохнули ли правозащитники, которые занимались, собственно, проблемой мест заключения, когда Пригожин оттуда ушел? Вы знаете, конечно, нет, поскольку святое место пусто не бывает, а на место Пригожина тут же пришло Министерство обороны, и другие частные военные компании, прежде всего Патриот, это компания связанная непосредственно с Шойгу, и есть компания на Урале, например, связанная с местным олигархом фамилией Алтушкин. Алтушкина мы все должны помнить и знать хотя бы по неизбываемому, наверное, скандалу в свое время в Екатеринбурге защитники сквера. Помните, конечно, помнят все защитники сквера, когда некто решил построить храм на месте сквера, и действительно екатеринбуржцы вышли и отстояли сквер, а храм хотел построить тот самый Алтушкин. И вот этот Алтушкин, когда случилась частичная мобилизация, так называемая, в 21 сентября, вот он после этого со своей частной военной компанией пришел в места лишения свободы в Свердловской области, а там их 46, самая плотная по этому поводу самая плотная область России, и вдруг Алтушкину не дали туда войти, а не дал ему войти Пригожин, который сохранял монополию, хотел сохранить монополию на это дело. И мне кажется, что именно с этого момента начался конфликт Пригожина с губернатором Свердловской области, с Куйвашовым, который потом разгорался все дальше и дальше и дальше и в итоге привел к такому царедворскому Пригожинскому поражению, но не только, конечно, из-за губернатора Свердловской области, но и из-за Беглова, из-за двух Ковальчиков и, конечно, Шойгу с Герасимом и так далее. То есть все ополчились против несчастного Евгения Викторовича. Но почему не стало жить спокойнее? Потому что проблема переместилась в другое место. Все-таки Пригожин, к сожалению, к большому, да, он был очень эффективен. И когда он приезжал на зоны, ну, у него был кураж, его перло. Ему все это очень нравилось, выставлять на мороз, там, выгонять тюремщиков, снимать с них эту форму, чтобы они переодевались в гражданское, занимать их кабинеты, забирать у них заключенных, вообще вести себя как ему хотелось. Ну, его перло, ему нравилось все это. А Министерство обороны, наше счастье, оно ленивое, ленивое, и это совершенно не их занятие любимое, ездить по зонам и агитировать заключенных. Поэтому все перепручили тюремщиков, которые, конечно, тоже отличаются примерно теми же тактико-техническими характеристиками. И вербовка идет так ни шатка, ни валка, то есть на отъебись, да. И тем не менее, тем не менее заключенные идут, ну, хотя бы потому, что нет места, наверное, на свете хуже, чем российская тюрьма, во-первых, а во-вторых, как ни странно, как ни странно, вот это вот живет до сих пор в наших людях, особенно в наших людях вот такого социального толка, вера в государства. Пришел частник злой, вот он злой, он плохой, вот он, все-таки, мы его боимся, а государство родное, да, но оно не обманет, мы идем. Я не знаю, почему это, тут надо копаться, говорить, и с пропологами, и с социопсихологами, и с историками, я думаю, там много тесного все расскажут, вот вера вслепая в государство, но, то есть вербовать-то они вербуют, и вот их без всякой подготовки привозят на передовую, Вагнер готовил две недели, эти не готовят совсем, и дальше смотрите, что получается, ну вот приезжает там отряд, ну хорошо, там 30 человек, это кто? Это мужчины 35, в среднем 40 лет, у которых несколько ходок за плечами, там 3-5 ходок, и ходки серьезные, это разбой, это крабеж, это убийство, это долгие годы, проведенные в тюрьме, это тюрьмная субкультура, и вот они такие стоят, я не скажу, что отряд, а такая группировочка, и вот они стоят, и перед ними выходит лейтенант после военного вуза, 22, хорошо, 25 лет, и говорит, равняй смирно левое плечо вперед, и началось другое, они побежали, они побежали, в разные стороны, побежали с оружием назад, скачали бот украинский «Хочу жить», и пошли туда, ну, это самые, так сказать, экипированные знаниями и мобильной связью, потому что... Ну, на мой взгляд, это хорошо, что они побежали и скачали себе бот и побежали в сторону плена. Но они оказались в ВВС, они оказались в влядьем временно содержание в Донецке и в Луганске, почему там, потому что Донецкое СИЗО давно-давно переполнено и в основном партизанами и военнопленными, то же самое происходит с зонами там, с колониями, и они в ВВС, в общем-то, в совершенно условиях там с ведром вместо параши и так далее, и так далее. И они записывают, как и многие мобилизанты, жалостливое обращение, что вы не подумайте, мы сражаться-то очень хотим, прямо, ну вот у нас командиры дураки, у нас нет снабжения, у нас нет снарядов, у нас нет бронежилетов, у нас нет контрактов, и вообще сейчас заключенным предлагают вместо контрактов записаться в ряды Донецкой милиции, она там у них милиция называется. Ну, это же зэки, ребят! Ну, ну, камон! Поэтому они не умеют никак обращаться с этим, как говорят, в СИН, спецконтингентом, равно как и ЧВК Патриот, равно как и ЧВК Дерипаски, равно как и Алтушкин, равно как Газпром и так далее, и так далее. Они этого не умеют. А сколько у нас всего ЧВК, Ольга? Есть вообще конечное число этих ЧВК? Нет, это совершенно бесконечно. Это число почему? Потому что осенью, ранней осенью, Путин встречался с олигархами вот не так, как он встречался сейчас с РСПП, а как-то так, более по-семейному естественному кругу. И он хотел, он сказал, что у каждого должен быть свой там резерв, своя частная военная компания, там идите, все это делайте. Я думаю, что в какой-то момент это прозвучало и на прошлой неделе на знаменитом съезде РСПП, хотя специально это Путин не подчеркивал, но когда они действительно рвались, олигархи, на эту зыбку почву, их не пустил туда Пригожин. А сейчас они немножко поняли, куда они вляпались, не потому, что они не хотят, потому что они не могут. Они не могут этого сделать, потому что нет опыта никакого. Ну вот, все и закончилось. Все хотят теперь вербовать людей на воле, и я очень боюсь, что это может привести, например, к возвращению Пригожина. Жены вы имеете в виду возвращения? Нет, вот лично его самого, потому что он умел с ними обращаться. И тут дальше что победит? Желание продолжить вербовать зэков, а это желание, оно на самом деле гораздо больше и шире, чем просто желание вербовать зэков. Поскольку здесь стоит за этим второй и главный слой этого всего, действительно, что пока вербуют зэков, не вербуют мирных. Так считают граждане на свободе, во всяком случае. А то, что это совершенно все равно, то есть это более сложная мысль. А пока как бы ЧВК Вагнер и любые другие ЧВК как бы снимают с них эту опасность. Напряжение снимают. Ольга, а вот возвращаясь к беглецам, вы рассказали, что происходит с теми, кто бежит назад в Россию. А мне очень интересно, что происходит с теми, кто бежит вперед в Украину, кто сдается в плен. Известна их дальнейшая судьба? Выдают, не выдают? Где их держат? А если выдают, то потом? Да. Есть здесь там история гораздо более любопытная и глубокая. Ну как, то есть мы на самом деле стараемся, мы на самом деле стараемся людей, которые сразу приехали на передовую и сразу скачали, сразу скачали бот сохранения жить, хочу жить, хочу жить, да, мы их стараемся все-таки связать с украинскими адвокатами, потому что если нет на руках дополнительной крови, ну, чтобы как-то они избежали суда и все, то есть как-то помочь и поддержать. Я все время говорю, да, вы окажетесь по-прежнему в плену, по-прежнему в тюрьме, но у вас есть шанс, если вы не запятнали руки кровью, у вас есть шанс дальше все-таки выйти и продолжить какое-то нормальное существование, ну и Украина не обменивает заключенных без их письменного согласия. Вот два помененных и казненных прилюдно Пригожиным заключенных, это, конечно, от инфантильности и от какой-то врожденной вседозволенности, то есть что хочу, то и делаю, захотел, сдался в плен, захотел, попросился назад, мне за это ничего не будет, 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 будет. Не, оба этих заключенных писали свое согласие на то, чтобы быть возвращенными в Россию, если я правильно понимаю. А почему они это делали? Они правда не понимали, какая опасность им грозит, или их убедили, что им ничего не грозит? Ну, слушайте, они как парских корпусов не кончали, да, там все-таки у большинства людей, которые склонны к криминальному убедению, сидящих в российских тюрьмах, нет связки между поступками и их последствиями. Ну, то есть, это, в принципе, такая важная, такая пенитенциарная штука, над которой работают психологи, социопсихологи в странах, где есть реабилитация. В России-то ее нет никакой. Но там гораздо интереснее, другая история, другая. То, что чаще всего заключенные, которые попали в плен, это происходит где-то вот с конца осени. Они записывают с ЧВК Вагнера погибшими. И женщины в России, жены-матери, получают похоронки, получают медали-ордена почетной грамоты, грибовые получают 5 миллионов, цинковый гроб получают, они это все хоронят, получают табличку, не знаю, там на школе, там парту, все у нас есть, а потом звонит из плена и говорит, Люба, я вернулся, да? Ну, как-то так. Теперь, потом этот карш-то обратно провернуть, как получаться? А не как, разбираться? Потому что женщина-то уже все сказала детям, соседям, что вы-то думали, что у меня-то там разбойник, насильник, педофил и убийца, а он герой. А он герой. Давай герой, у нее тоже статус. Врач сказал, в морг, значит, в морг. Значит, в морг, значит, в морг. И что, и говорить теперь соседям и всем остальным, что он взялся в плен в Украине? Нет, конечно. А почему делает это Пригожин? Потому что ему легче заплатить 5 миллионов рублей, чем признать, что он в плену. Потому что Путин страшно недоволен, когда бегут в плен и бегут назад в Россию с оружием в руках. Вот это нужно было пресечь. Именно от этого и происходили внесудебные казни. Пригожин это пытался остановить, это бегство. Ну и, в общем, остановил путем окончания вербовки. Так, собственно, его рейтинг и его акции упали в местах лишения свободы. в несудебной казни сделали свое дело. Спасибо большое. Это была Ольга Романова, глава Руси сидящей. Разговаривали бы и разговаривали, да, надо уже дальше двигаться. Благодарим. Время, к сожалению, сделало. Кратовая журналистика, я думаю, за этим жизнь, за этим будущее, за этим все. Держись, ребята. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова